Привет, с вами Happy Wolf. Сегодня я опять буду вас мучить экскурсиями в Сталкере. В прошлый раз мы бегали по окрестностям железнодорожной станции Янов. Сейчас мы находимся в локации под названием Затон, ну и в следующий раз, возможно, будет прогулка по Припяти. А вообще, любой человек, который хоть раз смотрел на карту, просто охуеет от увиденного, потому что... Ну вот, город Чернобыль на самом деле находится вот здесь. Сам Затон, так называется залив, который прилегает к берегу реки, находится чуть севернее. Вот тут даже есть этот кораблик, его прекрасно видно. Ну а ЧАЭС вместе с Припятью располагается еще севернее. Вот она, эта огромная атомная электростанция. На ее территории есть градирня, про которую я рассказывал в том видосе. Ну и сам город Припять находится немногим дальше. А вот все вместе, это как раз 30-километровая зона отчуждения, из которой пришлось людей эвакуировать по понятным причинам, я думаю. А теперь, для наглядности, посмотрите, как это выглядит в игре и вообще в остальных частях серии. Я не доебываюсь ни в коем случае, просто не все проходили сталкеров, упреки распространенному мнению. Возможно, после этого хотя бы один школьник решит открыть Атлас, а не будет его использовать как веер, блять, летом, когда жарко. Хотя по Google Maps учить географию намного проще, ладно? В данном моде персонаж появляется за каким-то забором, который, естественно, можно перепрыгнуть. В то время как в оригинальном Зои Припяти мы стартуем, кажется, где-то вот здесь. Но не суть. В общем, если развернуться на 180 градусов и пойти в противоположную сторону, к аномалии, которая даже, кстати, не отображается на детекторе, то можно, если все аккуратно сделать... Во. Оказаться за пределами карты. Но это только здесь, само собой, в оригинальной игре, естественно, так не получится. Там разработчики уже на славу поработали, чтобы такие, как я, не выпадали, никуда не вываливались, не терялись, не застревали и так далее. Но вот там по-хорошему течет река Припять, и вот от нее идет как бы такое вот ответвление, которое есть за тон. В нем, например, может располагаться, я не знаю, там, стоянка речных судов, или там, ремонт этих самых судов, или еще какая хуйня, но поскольку уровень воды меньше стал за это время, то теперь это не за тон уже, а просто какое-то сраное болото со севшими на мель корабликами. Ну то есть, видите, тут все уже травой поросло, и стены еще невидимые. То, что нужно. Ну и сейчас мы оббежим всю локацию по кругу, как это было в прошлом видео. Начинается наше приключение с места под названием Земснаряд. Ой, у меня даже телепорт сработал, и ничего не вылетело, чудо. В общем, здесь нам дают первое задание. Ну, вернее, его дают на сухогрузе Скадовск, там где типа база местная. Но искать артефакт нужно как раз вот здесь. Я не знаю, к сожалению, как это судно называется, нужно будет в Википедии посмотреть. Так, Земснаряд — это судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов. Ёпты. Итак, вот эта странная штука, которая прилипла к штурвалу. Её-то нам нужно по квесту доставить местному Сидоровичу, которого, кстати, в этой части игры нет, но не тут-то было. У входа нас уже поджидает опасный пидорас, который предлагает добровольно отдать ему артефакт. Найдено, естественно, его с такими заявами всегда всеслали на бугор, но мы сейчас поступим иначе. Отдаем ему странную вещь, он убегает. Вот умерзопакостные дружки уже повылазили, которые игрока гасит, если он не идет навстречу. И куда же это он так чесанул, интересно, по этим болотам опасным наверняка помогать своему другу. Ведь он сказал, что у него болеет товарищ, и ему вот этот артефакт поможет. Давайте за ним проследуем. Хуй, этот сын, севший на мель баржи, сразу же прибегает к барыге и пытается сбыть подаренную ему вещь. Борода, гляди, чего я нашел на старой посудине. Пойдет? Да ты пиздун, это я ее нашел. Да, чудная штука. Никто такую раньше не приносил. Вот, держи за работу. Ну, случится еще работа, знаешь, где меня найти? В аду. Никуда не уплывет. Это точно коллега. Аж музыка грустная заиграла. Здравствуй, сталкер. Здорово. О, кстати, здесь сидит один занимательный товарищ, который отправляет нас на соседний сухогруз, который называется Шевченко, а этот называется Скадовск. Ну и там, собственно, нужно то ли за бандитов сражаться против сталкеров, то ли за сталкеров против бандитов, короче, какой-то такой квест. По-моему, там после него еще один будет, но мы этим, конечно же, заниматься не планируем. Хотя я что-то на этом Шевченко вообще никого не вижу. Ну, ладно. Далее мы отправляемся вон туда, в район аномалии Котел. Потому что следующий квест, ну, такое мини-задание необязательное, как раз находится там. А, кстати, я же обещал вам показать волшебного гнома, и так и забыл. Секунду. Вот же он! Смотрите, какой милаха! Ну, он стесняется, столько же народу смотрит. Вообще, он должен атаковать. Как видите, если подойти достаточно близко, то картинка искажается, и начинает какой-то противный писк давить на уши. Это так называемое пси-излучение. Оно, например, как в данном случае, может исходить либо от мутантов, либо от аномалий. Потом я вам, наверное, одну такую покажу. Ну, или, например, от выжигателя мозгов, который все помнят по теням Чернобыля. Такой комплекс антенн. Короче, находиться вблизи пси-поля опасно. Можно стать зомбированным. Коих здесь бродит предостаточно. Я думаю, еще столкнемся с ними. Ну, или просто сдохнуть. Что, наверное, будет наилучшим вариантом. Добро пожаловать в аномалию котел. Название, я думаю, говорит само за себя. Ну, блин! Давай-давай, вперед! Тут, в принципе, ничего интересного нет. Сейчас его обдаст струей пара. После чего, бедняге, нужно выдать аптечку. На этом задание заканчивается. И считает, что мы его, короче, выполнили. О, он меня встречает. Пошли скорее. Они атакуют моего гнома. Слышите, как он вопит? Ироды, вы что творите? Бежим отсюда, маленький дурер. Они тебя не обидят. Подожди меня здесь, ладно? Ты не должен этого видеть. Гандоны, блядь. Ой, он возвращается. Я здесь! О, погода портится, начинает. По-моему, пора съебываться. Да, точно. Ладно, бежим тогда в укрытие. И продолжим после этого. Если вкратце про эти выбросы говорить, то дело было примерно так. В общем, организация, она, по-моему, осознание называлась, изучала эту зону и натворила какого-то дерьма. И теперь, в общем, из новосферы, что это такое можете в Википедии почитать, время от времени освобождается большое количество энергии, которое как бы волнами проносится и уничтожает все на своем пути. Потом эти ученые решили построить тот радар, ну, выжигатель мозгов, который, собственно, из сталкеров делает полных дурачков, чтобы люди не прошли к этому четвертому энергоблоку, который бабахнул, и не узнали всех тайны этого места. Ну, там, на самом деле, дикая мурня, запутанная, это все в книгах, надо читать Википедию внутриигровую. А так, в хуй вспомнишь, на самом деле, надо меня семилетней давности опрашивать, я бы все у Тудора сказал. Сейчас уже нет. Теперь путь держим к сгоревшему хутору. Там достаточно интересный квест был. Здесь, вместе со сталкером по кличке Ной, нужно было между огненными аномалиями пройти, пройти по определенному маршруту. Естественно, на обычных детекторах их незаметно, поэтому нужно было просто за ним идти след в след и, в конце концов, прыгнуть вот сюда. Это пространственная аномалия. Здесь можно увидеть некую пульсацию воздуха, она переносит игрока на... Господи, как что-то хуйня-то называлось. А вот Южное Плато. Туда нельзя попасть каким-либо иным способом, кроме как вот через этот телепорт. Там находится вертолет, который необходимо осмотреть. И какая-то пещера. Но, естественно, я сейчас прыгать не буду, потому что до тут мы еще, как говорится, дойдем. Рано или поздно. А пока можно, например, тайник найти. Да, уж я пока вспоминал, где это место, уже дождь пошел. В общем... На втором домике сгоревшим должен быть винторез лежать. На чердаке. А его здесь нет. Куда он делся, вопрос. Я полагаю, что спиздили. Не, ну, конечно, более вероятно, что его просто убрали в этом моде. Но если бы его кто-то спер у меня прямо из-под носа, я бы не удивился, потому что в первом же квесте в этой игре вас наебывают на артефакт. Что еще можно от здешних мест ожидать? Так, это у нас пещеры... Ауч. Пещеры под сгоревшими хуторами здесь. Вот такие вот летающие кометы. Я не знаю, что это. Это аномалии или какие-то живые существа. Короче, они обжигают. И не любят людей. Хотя, может быть, наоборот, они как свои чувства проявляют пламенно. Я не помню, короче, что здесь было, что здесь есть. Поэтому я просто ухожу обратно. И, да, сука! Не хотят меня так просто выпускать. Ну, я, в общем, не знаю, что здесь делать в этих пещерках. Но решил забежать. Сейчас идем на лесопилку. Излюбленное место зомбированных сталкеров. Не знаю почему. Но их там очень много. Причем они вооружены. И так просто не позволят околачиваться вокруг. Но нам, в принципе, с ними не нужно сражаться. Вот в этом помещении нужно, в общем, разломать ящики. Подняться на чердак. И на верстаке позади должны лежать инструменты. За которыми нас посылает мастер. Но их здесь нет, поскольку я не взял квест. Хотя не исключено, что, опять же, спиздили. Ладно, перемещаемся на топ. Здесь, в принципе, ничего примечательного. Только упавший вертолет. Который можно осмотреть. И выход из логового кровососов. Вот в той трубе, которая тянется в подвалы ВМЗ Круг. Сейчас туда, кстати, отправимся. Но сначала поднимемся в Изумрудное. Это, насколько я помню, детский лагерь был или какая-то такая херня. На этой сцене по квестам появляется Химера. На нее можно охотиться. Но пока тут просто всякие свиньи бегают вокруг. Типа меня. Кстати, писали в комментариях, что на тот квест по убийству кровососов, про который я говорил в прошлом видео, отправлял не Зулус, а какой-то еще хуй по этому. Вот вам воздаяние. Исправление ошибок целых три Зулуса, нахуй. Теперь это их детский лагерь. Пусть здесь тусуются. Какие щечки! Хома наел себе, блядь, харю. Это с инсидору еще, похоже, такой же упитанный. Один в бункере сидит, а этот в башне. Вот оно, семейное дело. Всегда есть чем заняться. Оки-доки, вот он ВНЗ Круг. Аббревиатура означает что-то там система возвратно-наклонного зондирования у насферы. Понятия не имею, что это значит, но звучит круто. Ну а круг, я думаю, потому что здесь антенны просто выстроены. Кольцом. Короче, не будем о грустном. Ниже этажом находится логово кровососов. Но попасть туда я не могу, потому что я не взял квест и нету персонажа, который бы вот эти двери лифта открыл. Хотя, в принципе, невелика потеря. Тут есть телепорт специальный. Опа. И я в нужном месте. Но не совсем в нужное время. Видите, несчастный монстр не может попасть к себе домой, потому что эта дверь тоже открывается по скрипту и не мной. А я могу. Чудовище, блядь. Вот и бегает теперь тут. Да. Не очень смешно. Он же теперь замерзнет там снаружи. Но ничего страшного. Вот здесь должны стоять эти существа. Что примечательно, спят они тоже стоя. Мимо них нужно прокраситься и... И выйти из этого помещения как раз через трубу. Которую я вам показывал. Вот этот опь с вертолётом. Вот на той горочке, кажется, я стоял. Ну и затем нужно повернуть вентиль. И в общем, все эти... Кровососики потравятся. К хуям. Можно даже заспаунить их собратьев. И посмотреть, как они мне рады за такое содействие. Да, да, ребят, здорово. Я тоже рад видеть ваши радостные лица. Или что у них там мордашки с щупальцами? Хватит они опасные. Нужно уходить отсюда. Их какие-то жёсткие читы, даже лучше, чем у меня. Потому что они на 5 метров отходят и полностью невидимые становятся. Не, ну их в баню страшные. Они какие-то, всегда их боялся. Сейчас направляемся к аномалии, которая представляет из себя некое кислотное болото, в которое, наверное, лучше не падать. О, привет! О, привет! И по совместительству накрытая такой полусферой из веток. Ну вот она, смотрите, какая красивая. Господи боже, там что-то дышит. Что за ужас? Эта штука точно живая. В общем, если запрыгнуть на самую верхушку, то здесь в гнезде должен лежать артефакт-колобок. Но здесь вместо этого лежит целое ничего, потому что опять всё спиздили. Ау. Опять какие-то банки разбил. Старая заправка. Прекрасное, очень оживлённое место. Как видите, здесь вон бегает много живности. И в принципе, ничего здесь интересного нет, но... С другой стороны, имеется вот такой вот разлом. Вернее, даже сказать, ущелье. В который провалился старый запорожец. В нём по квесту можно найти какой-то ящик, и затем нужно подземными проходами выйти наружу. Хуже всего, что там же находится логово снорков, которые те ещё твари. Выводят эти пещеры, в конце концов, ещё к одной аномалии. Она называется Коготь. Потому что сверху она, по идее, должна быть похожа на когтистую лапу. Я не знаю, почему она не очень похожа. Вон, кстати, выход из логова видно. Возможно. Возможно, смысл в том, что когда наявуешься вот самую аномалию, то тебя начинает пиздошить куча трамплинов, и такая аналогия с огромной рукой, которая тебя хватает, и всё. До свидания. Хотя вот отсюда получше видно, если, конечно, вот эта острая скала это палец, то, да, похоже. Оу. Уже снорки лезут, как они меня увидели-то? С этого пуземелья бляцкого. Если приглядеться, то даже видно, что между этими когтями воздух как бы деформируется. Эта гравитационная аномалия как раз называется трамплин, насколько я помню, и если в неё попасть, то хер выберешься, она тебя в центр засасывает и убивает. Эта локация называется Железный лес, потому что здесь много опор, линии электропередач натыкано. Видимо, это какая-то электростанция. Ещё тут куча гномов. Уже враждебно, как видите, настроенных. Я их не наспаунил, они сами здесь были. И, как видите, они действительно владеют телекинезом, умеют швыряться всякими вещами подручными. Целый легион сомбированных тут какого-то рожна стоит. Что вообще тут происходит? Воу-воу, вот этого я помню, это электрический полтергейст. Эта херовина тоже не лыком шита, и ящики в рожь запускает только так. Вообще, если мне не изменяет памятник, то ни зомби, ни бюреров тут не было. В оригинальной игре полтергейст был, да, но не они. Я говорю, это мод сложный, всё сложно, зачем так издеваться над игроком? Это не с щитами умирают быстро, а без них. Представляете, что тут творится? Фиг, кого застрелишь. Ладно, идём в испытательный цех. К сожалению, у нас разделяет дверь, но это не критично, секунду. Усё, я по другую сторону. Короче, здесь проводились испытания Гаусс-пушки, большой, и по её аналогу была выстроена миниатюрная версия, как раз та, с которой я гоняю. Вот эта махина, смотрите, какая внушительная. Туда вот это дело хуярило, сквозь это окошко маленькое, там мишень вроде стоит. А у меня в руках её детёныш. Конечно, не такой мощный, но тоже неплохо. Всегда нравилось это оружие. Ладно, пошли наверх, чё-то угнетают мне эти подземелья. Сейчас путь держим в сторону укрепления наёмников. О, наш старый друг. Помните, он путь на Припять подсказывал? Хе-хе-хе. Красиво. Как солнце. Хе-хе-хе. Только холодно. Солнце. Мне всегда было жалко этих бродяг, на самом деле, как раз наглядный пример негативного воздействия пси-излучения. Ну, какая-то странная ситуация, должен сказать, эти сталкеры выглядят как овощи, да, которые даже говорить не способны, могут лишь фразы повторять какие-то, но в то же время стреляют они просто превосходно, плюс они могут сами себе пропитание отыскать и вообще довольно неплохо ориентируются. Чудеса, да и только. Я зашёл на территорию наёмников, и что бы вы думали, они сагрились на этого зомби, который гулял за стеной, и теперь я им не интересен. Ну, я сам расскажу, вкратце им нужно принести еды, и они станут дружелюбны, в противном случае, они сначала предупредят игрока, чтобы тот съебался отсюда, а затем просто откроют огонь на поражение. Между прочим, между прочим, их укрепление главное находится на станции переработки отходов, и чё этот несчастный голодный отряд тут охраняет вообще, мне неведомо. Почему им помочь никто не может, кроме главгероя? О, дикая киса! Она убивает кабанов и помогает мне. Ау! Она играется. Всё нормально, не укусит. Чуть ниже находится аномалия цирк. Хрена сяплюха. В общем, это такой небольшой карьер, вокруг которого летают кометы. Я вам их уже показывал в пещере. Ну, вроде ничего выдающегося артефакта, разве что можно искать. Для этого подойдёт, пожалуй, любая другая аномалия. А вот, к слову, южная плата с упавшим хеликоптером. Я говорил же вроде, что сюда ведёт телепортатор из сгоревшего хутора, и так оно на самом деле и есть. А вот возможности подняться на этот, казалось бы, небольшой холмик с помощью прыжка уже нет. Не получится никак, пожалуйста. Поэтому топаем дальше. И так, станция переработки отходов к вашим услугам. Её, насколько я помню, оккупировали наёмники, и никаких заданий с ней не связано, поэтому можно сместиться чуть западнее. И выходим к аномалии рубец. Это ничем не примечательная дыра в земле, на самом деле, таит в себе охуительную опасность, ибо здесь, как вы можете наблюдать по значку, долбит в башку нехило. И сердцебиение тоже усиливается, в связи с чем смерть без соответствующей экипировки, или артефактов, или там каких-то препаратов наступает почти мгновенно. Я-то просто бессмертен, потому что я молодец, но... Так-то сюда лучше не соваться. А то он будешь, как эти зомби, потом ходить, ээээ, солнышко. Ладно, пошли к мосту. Уже скоро всё. Мост имени Преображенского, если не ошибаюсь. Здесь по истории застрял конвой, перевозивший ядовитый газ, и именно с помощью него мы, собственно, и вырезаем домик кровососов. Причина остановки, как нетрудно догадаться, трамплины, которые здесь натыканы повсеместно, и, ну, они, в принципе, схожи с теми, что спаунятся в когте. Плюс тут в одной из машин, кажется, были документы. Какие-то. Вон их сколько. Не, ну, выбраться, конечно, можно, но это не дело. Она должна гостить сразу, чтобы не повадно было. Типа, всё, попался? Дохни. Просто эта херня кости ломать должна. Почему, блядь, из неё выпрыгиваешь, как лягушонок, и заебись жизнь? Это где такое видано? В общем, передо мной сейчас лесничество, и там вроде как обосновались бандиты. Вообще пустырь какой-то, а где все-то? Какой ухуй подлокация пустая, я же заселить кто-то должен. Сказка какая-то, я думал, тут база бандитов. Ну ладно. Нечейное, значит, моё буду сам тут жить. Ну, пристань с погрузочными кранами довольно неплохое место. Здесь есть один ультимативный тайник на верхушке, вон до которого, походу, улететь на вертолёте надо, ибо я сколько ни пытался, так и не смог покорить эту вершину. Ну и квест, связанный всё с тем же логовым кровососов, дающий игроку понять, кое же он уёбище. Дело в том, что здесь выясняется одна интересная особенность в деле о пропаже сталкеров. Секунду. Вот. Прямо на этом самом месте выясняется, что найденные трупы, из которых как будто откачивали всю кровь, дело рук не мутантов, а местного лекаря, у которого какая-то там особая болезнь, в общем, кровинушку он хлистал только так. После небольшой беседы он стреляет себе в голову, и что это значит? Несчастные кровососы, умершие в муках от ядовитого газа по вине игрока, были ни в чём не виноваты. Ужасное задание, но в то же время одно из самых интересных. Там даже целая цепочка квестов. Последнее место на затоне, которое мы сегодня посетим, это корабль Ноя. Именно он показывает игроку путь на то плата, куда нельзя залезть. И ещё вроде как выдаёт какие-то побочные задания. Мутанты столбаные! Тише, тише. Я, конечно, мутант, но не настолько. А вот этого я, кстати, не понял. Смотрите, его собачка ручная, кажется, её Лесси звали, мертва уже. И здесь... И здесь снорки. То есть, получается, если долго к нему за квестами не заходить, то его будут гасить мутанты. Ну, как бы с ним случилось то, что он больше всего боялся. Он построил себе ковчег, который должен защитить от волны мутантов, которая сметёт всё. И по иронии судьбы, в эту неприступную, в кавычках, крепость заползли снорки. И убили его питомца. Ну ты парень и еблан. Ладно, на этом наше путешествие закончено. Мы посетили все места в данной локации. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Хэппи Вульф. Спасибо за просмотр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok